От французских предстоящих выборов к американским, которые, напомню, состоятся раньше, в ноябре этого года, благотворительный фонд Клинтонов может стать ахиллесовой пятой президентской компании Хилари Клинтон, федеральной власти США, а также оппонент кандидата-демократа Дональд Трамп хотят узнать, имел ли место конфликт интересов в работе фонда в годы работы Клинтона на высоких государственных постах. По мнению ряда наблюдателей, это разбирательство может стоить экс-госсекретарю голосов избирателей на выборах в ноябре. За развитием ситуации следит мой коллега Валерий Кипелов, он присоединяется к нам в студии. Валера, приветствую. Так в чем на этот раз привинилась и привинилась ли Хилари Клинтон? Приветствую, Тихон. Нет ничего удивительного в том, что с приближением дня выборов на обоих кандидатов сыпятся всевозможные шишки. И вот пришла очередь знаменитого фонда Клинтонов. Заявленная цель этой организации – оказание поддержки людям во всем мире в преодолении глобальных вызовов времени. Если конкретнее, фонд Клинтонов стремится улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и общего благополучия, главным образом в странах третьего мира. Также занимается отстаиванием интересов женщин и девочек, борьбой с детским ожирением, другими предотвратимыми болезнями, последствиями изменения климата и так далее. В их активе мы проверили действительно немало побед. А неправительственная организация Cherity Watch, которая следит за тем, чтобы пожертвованные деньги доходили до адресатов, дает детищу Клинтонов высшую оценку A, по-русски пятерку. По данным Cherity Watch, 89% получаемых фондом денег идут на реальные программы, и всего 11% на административные расходы. Организация существует с 1997 года и функционирует за счет отчислений от частных лиц, структур, корпораций и правительств иностранных государств. Таких пожертвований за годы работы было собрано более 2 миллиардов долларов. И здесь теоретически мог иметь место серьезный конфликт интересов. За период существования фонда Хилари Клинтон успела поработать сенатором от штата Нью-Йорк и государственным секретарем США. То есть была причастна к организации, которую, среди прочих, спонсировали зарубежные правительства, и одновременно во многом формировала политический курс Соединенных Штатов. Соперник Клинтон по президентской гонке Дональд Трамп уже призвал федеральные власти назначить специального прокурора, который бы расследовал возможные нарушения закона. Фонд Клинтонов является ярким примером влияния Рэкета, примером коррумпированного предприятия. Это криминал. Все об этом знают. Экс-глава Госдепа на данный момент уверенно лидирует в рейтингах популярности как в масштабах страны, так и в ключевых спорных штатах. По сумме последних четырех общенациональных соцопросов, которые провели NBC, Morning Consult, LA Times и Reuters, Клинтон опережает Трампа на 5%. Впрочем, это не мешает американским федеральным следователям вести бесконечные проверки деятельности кандидата от демократов. На этой неделе Госдеп получил от Министерства юстиции дополнительные 14 900 имейлов, которые агенты ФБР сумели заполучить в ходе расследования дела о частном имейл-сервере. В том самом сервере, который Клинтон использовала в рабочих целях, находясь на госдолжности. Дальнейшее разбирательство в этой истории, особенно обнародование содержания писем непосредственно перед ноябрьскими выборами, может значительно повлиять на ситуацию. Особенно в том случае, если будут обнаружены доказательства конкретных услуг от американских чиновников спонсором фонда. Тихон. Спасибо, мой коллега Валерий Кипелов. О том, как собственный фонд Hillary Clinton может помешать ее предвыборной кампании.